всем привет дорогие друзья вы на канале смотри учись с вами Миша Егор и сегодня будет 734 шейкер медовый шейкер он был и до этого патча актуален его часто пикали а в новом патче его еще и запали не понимаю почему так вышло но опять же шейкер никуда из меты не делся все также его будет в медочек пикать довольно таки крутой персонаж для мину и кстати тут фбр намечается ой как же повезло что стики нажал на элдер титане если бы стики он не нашел то фраг бы достался скай могу а так благодаря вот этим стиком ровно тычки хватило от шейкера последний и как раз таки фбшка это всегда прям супер важно для мидера потому что можно очень рано боту принести соответственно с ранним ботлом будет чуть проще мид стоять это кстати игра до б патча в этом плане это даже чуть поинтереснее потому что здесь инвокер инбовия чем он сейчас сейчас инвокер занерфили вот но шейкер никак не трогали только вот опять же в 734 его запали ему тотем дальность атаки запали радиус 3 скила вот так что герой очень крутой у него винрейт 54 процента на х рейтинге и пикрей тоже очень большой там по в топ 10 точно входит среди вообще всех героев доте то есть он такой супер актуальный на самом-то деле ну про можно очень сильно разваливать особенно если в миде стоять против какого-нибудь милишника против сону эмбера например милишников он вообще только так выносит герой как по мне очень крутой я реально удивился что его еще и запали то что и до этого пикали в мид сейчас будет делать это еще и еще чаще и собственно научимся играть на 734 шейкере на примере профессионального верка 83 ранг это китайский паблик вот но продолжим последний большой рекламной паузы а вы видели как team spirit выиграли турнир на котором заработали 5 миллионов долларов если вы тоже хотите побеждать то заглядывайте на сайт эпиков и выбивайте топовые шмотки у них как раз есть бесплатный battle pass где за каждый 15 левел дают легчайшие арканы также завезли режим для забива с рошаном если сумеете выиграть получаете шмотки бау топа и осколки аегиса их можно копить весь ивент и открывать за них сундучки а топ-1 дня и топ-1 ивента получают особые бонусы ссылочка находится в закрепленном комментарий а также наш промокод на плюс 15 процентов к бонусу и экстра попытку с рошаном всем привет самое жуткое как по мне из апов это новый радиус атершока уклониться от него зачастую просто невозможно особенно если лишь на милишники против шейкера и образом хардовый шейкер против милишного коры или медовый шейкер против милишного мидера практически всегда линию выигрывают здесь стартует с пяти днаев классика на этом персонажа никак не закончить дина это тема вот по восхитам на шейкере можно очень жестко разваливать что опять же и рейнджа можно секьюрить довольно таки легко и но динайд тотемом тоже да и мы же очень много так что реально как лайнер шейкер очень сильный как мне кажется опять же вот в идеале в милишников любого тогда вообще можно похоронить вражеского мидера но даже даже не против милишников порой получается жестко разваливать вот мы гпк смотрели на медовом шейкере это вообще шедевр было как по мне особенно когда вот такие вот агрессивные игроки играют на наши киросах медовых там мирикл тоже поигрывает на шейкере мы его тоже записывали то есть это всегда мега кайфово наблюдать просто ходит герой всех шотит с тотема прям приятно действительно ну и по восхитам уже 16 крипов мид выигрывает очень уверенно стоит по ресурсам тоже никаких проблем нету но опять же единственный минус что инвокера никак не убить потому что он просто всегда на рейнже будет находиться но не особо важно можно просто сделать акцент на крипах он себя как раз принес себя первым делом бельт в будущую пт-шку как хорошо шейкер силовик соответственно этот бель там удаст 6 дамаджа ну и остатки там здоровья хоперген чуть попроще будет и найти и вот пока что максимально дефолтный перенес себе очень рано стеки потому что против x-волокер стоит который еще и с память ем пашкой ну и пт-пт блин к гоним это вот самый дефолт лучше пилота не придумаешь на шейкере по идее это вот реально самый самый хороший самый такой сбалансированный то что ты ну пт-шку во-первых но это белый дэмэш усилит твой урон с этот м а кстати опасная так-то ситуация но есть стики есть урона воды перри умереть никак не должен так вот а блинком просто темп ускоряет то есть первым делом аганим ты не заражаешь на шейкере то что ты будешь просто бесполезно бегать пока ты этот аганим качаешь закачать его будет довольно таки долго вот с супер аним блинком ты можешь просто пока до ультима это кого-нибудь убивать ходить там чуть-чуть ромать блин душит что-то на локере до этого не был таким противным сейчас прям мешает очень жизни ой все нормально крипа даби очень важно так а может быть он его даже от мудуха и смотри-ка офигеть вот и доигрался на инвокере вот этими тычками блин не раза баунти или куда-то на базу побежит на на базу побежал кстати обычно типа это делают на базу когда на ботинок есть деньги так гораздо быстрее вернешься на и гораздо быстрее ты пешка откатиться чтобы на сайтах например помогать но возможно он задумает после базы слетать куда-нибудь еще в таком случае конечно бежать на базу куда профитнее вопрос в том что бежать куда-то когда у тебя на линии катапульта бывает зачастую очень рискованно по . есть резче восстановил ультима и также прокачал вообще не думаю реализовать на работе тяжело только если не придет мид кто-нибудь но у него сапики такие вот его одну на то он на уверенничать на бычу так что заразил схемпешки но блин какой же противный код снэп причем коза раньше было одним из самых быстячих скиллов дайте теперь когда на хип хиппериген еще дает нас было стил скорее очень даже близко было к убийству капелька не хватило с дэшкой повезло а торнадок или за диспелить может а не несколько она подышится еще а так свеже фиксы не получилось надо реализовать сразу за диспелили ну бывает она тут ему в любом случае надо было ботал но активировать отрону чтобы ботва попить потому что по ресурсам просел из-за этого инвокера который емпс память просто по кд неприятно против такого конечно стоять когда у тебя герой у которого монопул крохотный причем он пластикам из момент начал теряться он же очень много крипов даже статем он пропустил на игре это вряд ли как-то кардинально отразится но все равно забавно я такой огромный ранг чуть-чуть ошибается на земле мотоска мышна будет то есть еще и удар титана блин как можно так хорошо загонять на шейкере когда у тебя не блинка ничего нет вопроса пришел добылки уже до форму надо был кел брэнк красиво теперь подождал и ничего чтобы она ему боту за рефилила так и пора бы на митнера возвращаться там пачка подходит по tower не причем на ноги бежит или порт не стал делать в этот раз активка не повезло в бойтесь испанилась или укр подобрал и побежал вот видимо этот пинганул что аккуратно навязываем на тут ведь даже бы и так бы никак не выживал хочет попробовать на ульте подловить ну блин без блинка сложно вообще как конкайсов плюс сэнши сил и герой никуда не денется но это на мини-карте увидел бакера и сразу же сделала до телепорта как же он хочет этому бакеру отомстить за сети емпешки ой-ой-ой-ой насколько все а ей красота ё-моё там такая пачка крипов сочнейшая слушает один из самых красивых их основных которые я видел без блинка да она титан кажется выживает кстати будет какой-то своенравный он не хотел нажимать сейчас второй скилл чтобы не продлевать себе там делаешь и но столько большей такое ожидать невозможно ну чё-то тут вот довольно таки огромный у него нет ворс как у шейкера выдафу фри фар был 300 еще из шейкера стриг забрал неприятно на самом деле но от получился крутой они сколько в сумме убили героев 4 по идее в размер на шейкерам но ничего не поделаешь ну и благодаря этому файту уже почти блин кисть он и без блин к каким-то образом умудрялся сокращать дистанцию спокойно с соперниками мне страшно представить что сейчас будет блинком причем не брал не виндлэйс не каплю где это и другой час на шейке релизм это лишняя минутка ктеймин гублинка на пингуешься чудо блинка осталось не травку бы еще выбить не будет очень шикарно все есть блинк с ней травочка не повезло чё там что-то союзники очень непонятно как они тут оказались даже фиссуру не стал давать но как-то слишком уверенно в себе вот так вот заходить во вражескую тройку блин ультимейт если бы был теория можно было что-то придумать а так может быть фиссурой подстилит до сотри хватило ринджи красиво хотя бы так хотя бы рубанчика получилось завалить на масс пингует суд на инвокера хочет попробовать блинком сахасом все шансы убить есть нейтралку взялся там были стой хорошая нейтралка монопол расширяет еще легче сокращать дистанцию в идеале конечно до покупки блинка такую нейтралку выбивать с покупкой блинка немного свою актуальность теряет это не травочка но мы видели кучу раз как до блинка шейкеры брали эту нейтралку и получалось реализовать там ахасом чик внезапные оформлять тотемы это киток длиннее монополу больше что-то здесь рубика ну и удар титан тоже не убит шикарно шикарно вот собственно в чем и прикол блинка ты просто супер мобильным становишься деньги быстрее копятся вот у него уже например есть огракс будущее гоним качаются быстрее благодаря вот этим убийством блинка все-таки за кивы щас нынче платят очень много в патче очень много этих меня ли форму xp и голды что очень выгодно файты навязывать просто ягоним покупается гракса с одной стороны с таким монополом хочется спойнт бустера но грак с 10 белого дэмэджа не по моему про белый дэмэдж уже рассуждал и 220 хп нынче это высадочка новая чувствуется так смаках смотри чё задумали но под ультимейтской мага могут убить война даже без ахосвэма и как раз они тут догадываются где он находится как-то заподозрил на воде нападение обидно много времени потеряли тюновый на воде выглядит очень важно потому что там над ворс опять же у них одинаковый над ворс шейкером 7 107 100 надо его как-то замедлить ему темп на воде эх как же эхо сама не хватает блин просто 55 секунд реализация то я кстати а сейчас эти почувствую что что но . 100 тема раньше атаки в патче поменялся вот прям видно было что он как-то это огромный рейджи дал эту тычку еще когда малой скорости атаки визуально . еще длиннее еще больше рейджи эхо сам нашел с подарки на руной хоть и убил там только рубанщика с этого их а самым опять же подарки на руной ничего страшного в этом нету быстро откажется и сразу смаканулись бис тут далеко зашел очень глиф на крипов нажали не будем с бездом хотя может и не будем прощаться но я думаю вряд ли он там как-то замансит на он еще ювелирной кнопки нажал на шейкера чтобы на месте продержать этого прямо без там максимально еще и за восхитил вообще отлично все агонимчик почти есть одна деталь осталось 1000 голоды всего лишь дофармить и сюда критерами шейкера если вы киратой дашь века то он никакой живой вес но если он не остался на рыжевика не убили бы за жадничал тот бойкер на идеально секунды секунду с вами разыгран после этого аркейна очень круто на самом деле играет на шейкеры столько крутых действий получается у него чё видишь а я удивился в чем так много дамы шоя скелетончиков не заметил там голуби резали как будто 12 у него 10 но там скелета как раз примерно столько и дает сколько треска пункт хочет чуть-чуть агоним докачать но и не упускает возможность попробовать поохотиться тут герой показывался на курьер все равно мертвый она кстати да что верная качи наши все не обратил внимание что курьер мертвый то есть минуту он еще будет без агонима получается бегать обидно у ее среди реакция прекрасная еще и бкб с кино на бесте офигенно это очень результативный поход на базу я скажу арбуз дистракшен и кстати той же очень приятная шмотка на шейкер это самедло иногда может помочь пассивкой попасть но и в принципе под плюху косарь снизить броню отличная идея даже несколько лет назад надо видели шейкеров с медальками или соларами лучше всего вам брейс думаю на птп спорно птп 40 будет страшно может выиграть если речь от меня фитонах думаешь просто белый дамаж штатки не больше вам братья нравится думаю где страшно тоже по кайфу все наконец-то гонимчик все заказал и как раз часть этого гонима можно сейчас драку навязать а идеальная фиссура а вы ставите как раз бкбк до гонимчик супер во время прилетел я хочу сказать что он пожадничал но нет ну по факту что пожадничал но по итогу правильно сделал что пожадничал не пришлось ульту даже тратить еще и титана просто за два татэма шотнул визуально дистракшен зарешал что пришлось еще одну плюху добавляясь но я здесь не уверен ладно ты прикинься еще и но короче подловит vision очень неожиданный там стоит упс не угадал и такое бывает кстати дальше бкб противника очень много контроля и отсадит видимо первая смерть на после такого огромное конечно желание это бкб как можно быстрее купить тогда проскипаем скипнули на момент возрождение ничего особо не происходило никто не умирал даже и шейкер очень хочешь подраться форсит смоки смоки есть в общем судя по всему нет а кстати смотри первым сотом аганим купил на энче аганим чик у нее новый там раньше у нее был шарту от little friends теперь это аганим на очевидно там только по имбовье чем шарц но как раз это если импакт на стоимость то мне кажется даже менее импова основная способность да покруче там рут или до сыр и что перебил продажей ну да на руты и аграться все крипы вот этим в радиусе но новый шар ты нищи это просто ужас когда сопротивляющая час грыженными стиками с шардом выдает дэмэджи сколько раньше выдавала курова и становится страшно про хп очень хочется поговорить о шейкера просила очень высокий практически 4 единицы плюс вначале играл с пт-шкой с аганимом сограксом и у него была самая высокая хп на карте на сейчас на 23 минуте две с половиной тысячи как-то не впечатляют и никогда не могу на шейкере этот момент заметить когда из не убивающего героя который переживает любой фокус знаешься персонажем которого за полсекунды перси к в бойкер с прямым пустом безнадежны на то что ты же веришься блин там walker почти себя гоним зафармил довольно таки неприятно учитывая что там одна из самых худших связок общего чем walker void под катаклизм храно сфера звучит очень опасно или жить такое очень невозможно будет держит позицию на аккуратней чух качается параллельно все равно в принципе связники без него могут спушить оппоненты дефать не собираются они показываются на линиях но и тяжело довольно таки дефать против аегиса так что они будут скорее всего просто тоже фармить вот вид вон там и даже спушили так там войдет дашку нашел а у тебя противники могут хоть принять надо быть аккуратным но шейкер точно вряд ли подставится он я вижу там и ничего например тогда больше всего на расчет рискует умреть через наюты соперники или нет она верен себя монет видимо нет ну две тычки 2 ля паса навесил конечно очень кстати тормян тару из снизить броню то можно убивать его очень комфортно от разор самый лучший пример до 20 снижать но ультуешь когда армор там снижается до 20 то все может поконяться убивать присосы старым аганимом тоже соло убивал хп 300 350 тратил на закупа конечно зависит какой огромный радиус 3 скилла сейчас этого аганимумом и ценить просто невозможно еще скорость поварила у ситана я даже не знал что она настолько плохая это прям чувствуется и радиус автор шока и бренджа тычки круто что получилось очень легко убить вайдом он очень ничего нажать не успел не бы кабанил не хрону они бы кого он нажал ссоре ему это никак не помогло сломает сторону вторую не получится то что там т2 все стоит а и без даже не выбили нормас и кстати в дальше хибает да и даус в основном предпочитают silver что более мобильным делают и это гарантированный крит в отличие от да и дауса так что как-то более привычнее видеть silver однако наконец-то мы посмотрим на да и даус то что по дэмиджу побольше будет все таки дайдауса ох ты а как-то вышло я думаю мискликнул блин и файт когда у него их с мкд вот это тильц это вели визажа кстати а что он второй раз уже просто стычки выносят вайда вражеского хотели терять вспомню недавно они ну наравне были по нетворцам а сейчас шейкер его просто шоке т.м. закончился еще и blink сбили спирита отчуметь попал еще и крит прокнул вау на скилле реально было легко мансить огоненного шейкера потому что целью он еще и прайма вот догонит ё-моё как же это жестко да раньше реально не сложно было мансить от 2 скилла шейкера огоненного сейчас когда три с половиной сотня сами видите 0 раз тут смог от него относить хотя речь о сотых рангах вы съездники подставились на там тропка среди сам это хамис хамис первым утрилась висе она и скончился вернулись послуждаясь храносферы выяснито конца стрека повернулся пытались под тайминг крошана убить но чуть-чуть все все просчитали им нужна очередь попозже напасть и гнабы мадоегис как раз получилось бы убить да и даос подлетает но счет нет прайма на криты что-то не везет план там дровка хотя бы добил сервером везло бы побольше но до северам в этом плане вот и тоже кажется что боль более надежно больше мобильности поэтому север как-то покруче по ощущениям хотя хочется иногда чтобы был доедалось закупим просто для красоты чтобы шотнуть как-нибудь героя интересно в земле актрин нет тараска практически всегда актрин покупают на этой стадии раз выглядит очень интересно лишь очень много белого дэмэша полторы тысячи хп чутка не поспел но зато при спокойно выпрыгивает причем по моему станы сейчас меняют тройский шейкер да я сам стану в полете ловит про это не писали по-моему вдруг а это упрямо без за 1 скилл точно земель и там еще тоже сделали такую земель и наоборот не избиваются даже храно сферой полная неуязвимость после подготовки в полсекунды вообще я земелью 34 патча ненавидел даже больше чем инвокера и твей 800 крит по локеру кстати просто шот ну блин правда там под как же закал диньера ай-яй-яй все передохли ладно байд вокера базу противников разбитое же минус 5 красиво рестануться тут шейкерос с новыми силами сейчас пойдут ну бывает конечно они там все поставились под хрона шейкера подловил праймал проиграли файт но блин у них слишком большой перевес по нет варсу тут будет сложно игру закинуть но у противников шанс есть все таки реально войд с храно сферой под катаклизмом волкером такую игру могут камбэк на спокойно или это у них очень сильный суши опять неудача нападения но там хотя бы выбили до хроны еще чуть-чуть времени есть на меньше десяти секунд уже остается упал от охрана катаклизм так и да поэтому тут максим скаем могу бьет за шардовый его и да выносит при спокойно блин вот если бы он не потратил катаклизм мне кажется мог быть совсем другой исход может быть на самом деле выселили скаймак и визаж по итогу погибли в хрона большим рандров голов дровка была по-моему я не увидел чтобы дровка там была она прям самом этом краешки было если мне не показалось ну да ладно так 3 теперь кстати курсил тотем принципе пойдет он силу дает опять же сила это дэмэдж для шейка белый дэмэдж в тотем чик не принципе там активка неплохая где нибудь можно будет шмакнуть убежать почему бы нет раз очки не хватает они то что-то часто но в ресурсах бегает аж ботова продал прям сильно хочет раз кайту добить еще плюс тарасочка можно забрать дисциплинированно рошана и закончить игру так и делают закуп конечно вообще краса красопед все вниз еще по положил все вот эти самые имбовые артефакты раз к огоним дайдаус полторы тысячи плюха скрита он будет свыше трех ну на однозначно он же 2 800 крита вал инвокерой сейчас под 3500 мне кажется даже будет я не помню про сколько ты этого сдает здесь 25 процентов мне варианты были 230 или 220 под собой тотемчик дал немного за хайлю но она не бкб выбили самое главное а бкб штука важная о без без бкб шки не знаю чем он так почувствую себя бессмертным или что у него голове было вот так вот залетать без бкб шки а и диск без храна не смогли забудьте что я говорил блин блин к сожалению забивали шейкер мог теории прыгнуть вой да но там астрал титана всякий бласт инвокера а сейчас может получше блин мог с блин к залететь под пачку крипов цеха слэма мне кажется немножко ошибся нажал бкб о не поэтому нашел все-таки момент кстати впервые вижу китайцы паузу ставили еще и типы ли не видели мы такую же много раз спасибо очень круто сыграл на уверенничок дали мы кстати сыр 5000 здоровья по кайфу конечно очень показательно игра как помню напоследок хочется шотнуть еще вайда что выпрыгнул с хрону что это было я сам счет заботился и 3 600 крит по войду сейчас ну да вот я по сути угадала 3 500 вот дэмош огроменный страцкой ну и всем огромное спасибо за просмотр отдельное спасибо за лайки и мир вам